Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевском государственном университете проходят традиционные ежегодные альевские чтения. И спортсмены Республики представят Россию на чемпионатах Европы и мира по итогам состязаний в Орле. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова По поручению члена Высшего совета Единой России, главы региона Рашида Тимрезова, мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов и главы администрации Карачаевского и Прикубанского районов Спартак Кушетиров и Ахмат Семенов посетили зону проведения СВО, чтобы лично пообщаться с земляками и узнать о потребностях военнослужащих. Они передали ценный груз, продовольственные продукты, лекарственные препараты, а также технические средства, тепловизоры, портативные электростанции, тактические бинокли и многое другое. Тему продолжит глава администрации Прикубанского муниципального образования Ахмат Семенов. Насчет одежды и пищи у них все нормально. Мы с собой взяли в основном технические средства, тепловизоры, бинокли, разные маленькие электростанции и так далее. По словам руководителя республики, делегации из всех городов и районов Карача-Чекесии лично встретятся с нашими ребятами, чтобы из первых уст узнать, чем сегодня живут бойцы, какое налажено взаимодействие с домом и какие возникают вопросы у членов их семей. В каждую поездку будет собрана очередная партия дополнительного оборудования и специального груза для военнослужащих. Дорожная разметка. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и будут завершены летом текущего года. Напомним, начиная с 2015 года, ежегодно на автомобильной дороге регионального значения Черкеск-Хабес подъезд к МЦУ Архыз ведутся работы по обновлению автомобильной дороги. Полное завершение ремонтных работ этой автомобильной дороги планируется к концу 2025 года. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Усть-Жигута-Терезе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники меняют старое основание последовательно на отрезках не более 3-х километров. Тему продолжит главный инженер управления Карачаева-Чекиско-Автодор Муайет Хутов. У нас проводится замена основания земляного полотна, также будет проведено двуслойное сферто-бетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров, новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги в барьерном ограждении. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия реабилитации и абилитации детей-инвалидов «Счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда «Сбера. Вклады в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Информацию комментирует автор проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект. И приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, что родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. На улицах магазина Илара Черкеска прошел рейд сотрудников мэрии и правоохранительных органов, итогами которого стало пресечение незаконной торговли. Напомним, что решение Думы города об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования устанавливает запрет на размещение объектов мелкорозничной торговли. Это лотки, киоски, павильоны и палатки на улицах, тротуарах и газонах города, а также на осуществление торговли в неустановленных местах без разрешительной документации. С 15 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование по благоустройству общественных территорий, которое продлится до 31 мая. У жителей Черкеска всем, кому исполнилось 14 лет, есть возможность самим выбрать общественную территорию для благоустройства в следующем году. Третий год подряд столица Карача-Черкесии принимает участие в онлайн-голосовании, организованном Минстроем России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Итак, в этом году Черкесск представит на голосовании два общественных пространства, аллея на улице Красноармейской и Покровский парк. Всем, кому не безразлична судьба республиканской столицы, кто заинтересован в том, чтобы в любимом городе было больше уютных мест отдыха, нужно проголосовать на сайте 09.городсреда.ру. В рамках реализации концепции нулевого травматизма компания Россети Северный Кавказ организовала масштабно-образовательную сессию для своих сотрудников в Карача-Черкесии, рассказывает главный специалист службы по региональной работе департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Алакаева. В течение недели около 20 дипломированных тренеров проведут тренинги, мастер-классы, деловые игры с участием руководства филиала Карача-Черкеска-Энерго, начальников и главных инженеров районных электрических сетей, энергосбытовых отделений, начальников служб и отделов производственно-промышленного персонала. Специалисты по нулевому травматизму из Департамента производственной безопасности и производственного контроля, а также из всех филиалов Руссети Северный Кавказ вместе с сотрудниками филиала Карача-Черкеска-Энерго изучат 7 золотых правил концепции. Кроме того, участники обсудят возможность дополнительных мотивационных стимулов, которые помогут сформировать у сотрудников культуры безопасности устойчивые навыки для своевременного выявления угроз на рабочем месте и принципы неприемлемости нарушений. Минувший зимой курорт Архы запринял почти 700 тысяч гостей, что выше прошлогодних показателей на 11%. Так, горнолыжный сезон продлился с 17 декабря по 17 апреля, и несмотря на то, что начался он на две недели позже по сравнению с прошлым сезоном, курорт вновь принял рекордное число гостей. Всю зиму наполняемость отеля Архыза была близка к полной. Пиковая загрузка трасс пришлась на февральские выходные, когда канатными дорогами пользовались более 11 тысяч человек в день. Отметим, в этом сезоне впервые в своей истории курорт открыл катание полностью на искусственном снегу, благодаря тому, что все трассы на 100% были обеспечены системой снегогенерации. Весь сезон для гостей работали 27 километров горнолыжных трасс разных уровней сложности и 8 канатных дорог. В эти дни начала работать в прогулочном режиме канатная дорога «Млечный путь» и будет отвозить гостей курорта на высоту 2240 метров. Так, в майские каникулы Архыз полностью перейдет в летний режим работы. Вводят доступные пешие, конные и автомобильные маршруты в горы, полеты на парапланах и экскурсии. Напомним, в прошлом году всесезонный курорт Архыз стал лауреатом национальной премии «Горы России». Он победил в номинации «Лучший горнолыжный курорт» Северокавказского федерального округа. В Карачаево-Черкесском государственном университете проходит традиционная ежегодная научная сессия преподавателей и обучающихся в вуза «Альевские чтения». В этом году научные мероприятия проходят в 55-й раз. Неделя науки в структурных подразделениях открылась работой пленарных заседаний обучающихся, в ходе которых заслушаны интересные доклады бакалавров и магистрантов. На заседаниях прошли награждения победителей и призеров весеннего тура вузовского конкурса «НИРС – студент-исследователь». Неделя продолжится секционными заседаниями обучающихся и научной сессии преподавателей и аспирантов. На базе детского оздоровительного лагеря «Гранд Виктория Домбая» прошел клуб выходного дня гражданско-патриотического направления по программе «Юные патриоты России». Многогранная интересная программа не оставила равнодушными как детей, так и взрослых. Ребята проходили квест по станциям «Юные защитники Отечества», пять станций, пять разных испытаний, оказать первую медицинскую помощь, блеснуть интеллектом в игре «Своя игра. Я патриот России», вспомнить песни военных лет, пройти минное поле бок о бок со своими товарищами, придумать и продемонстрировать творческий номер гражданской патриотической направленности. Вечером все присутствовали на творческом концерте, посвященном героям и участникам специальной военной операции. Ну и в заключении выпуска новости спорта. Спортсмены из Корчащикиси представят нашу страну на чемпионатах Европы и мира по итогам чемпионата России по армрейслингу среди мужчин и женщин в Орле. Сборная республики выступила на данных состязаниях и завоевала 10 медалей различного достоинства, а также командное третье место среди 49 субъектов Российской Федерации. Победителями стали Ахмат Айбазов, Олег Черкасов, Марат Мамхегов, Марат Айбазов, Алий Чипчиков и Софья Кенжева. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, попали в основной состав национальной сборной команды страны и получили право представить Россию на чемпионатах Европы и мира, которые пройдут в Молдове и Казахстане. Студент факультета физической культуры Карачао-Чикесского государственного университета имени Умара Алиева Али Баташев завоевал серебряную медаль чемпионата России по боксу среди студентов в Санкт-Петербурге. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным оригинальных синоптиков, завтра по Карачао-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, в горах при порывах до 15-18 метров. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В горах местами плюс 10-15 и выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В республиканской столице без осадков, ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 22. На этом новостной выпуск завершен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!